Метку вешать. Давайте сюда стрим. Этот намного проще, output stream. У него есть три метода записи, полностью симметричны трем методам чтения. И важно, у него два метода закрытия, два метода окончания. Там был только read, 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 close, а тут read, 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 flush, close, flush, close. Методы точно такие же, только методы возвращают void. Метод write обязан записать все, что вы ему дали. read, когда я даю буфер, он может прочитать половину буфера. Даю буфер на пять элементов, он прочитал два, данных больше нет, извини. А output stream обязан записать все. Я ему даю один байт, приведенный к кенту. Видите, void, он обязан записать и все. Он может только либо записать его, либо кинуть исключение, если он сломался. Я писал файл, выдернули флешку. Метод write байтового массива. Тоже void. Он не говорит, я записал три байта. Нет. Он обязан записать весь массив от первого до последнего элемента. Или кинуть исключение, что извини. И метод write я даю буфер и говорю, откуда, сколько байт послать. Я могу послать кусок. Два метода закрытия. Очень важно. Close, так же как и в предыдущем случае с input stream'ами. Он закрывает всю эту цепочку связанных ресурсов. То есть тот объект, который у меня в виртуальной машине, скорее всего нечего закрывать. Его гормыш-коллектор сотрет. Какой-то ресурс операционной системы. Тоже если я делал там new file input stream, теперь new file output stream. То есть если бы я работал, если я из файла в файл хочу копировать, у меня здесь file, здесь file input stream, тут я читаю и пишу file output stream, который создан от файла. Сейчас посмотрим. Так вот. Метод close тоже самое. Если я делаю close, этому потоку закрывается этот, он закрывает что-то в операционной системе, там может быть что-то закрывает на винчестере, я не знаю. Или если у нас интернет, нас это не волнует. Мы знаем, что если мы пользуемся input stream или output stream, главное вызвать close. Откуда появляется flash? Желательно всегда перед вызовом методов close вызывать flash. Более того, flash иногда вызывают по ходу. Right, 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 flash, right, 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 flash, right, 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 flash, close. Объясню. Смотрите. Вот у нас в нашей внутренности виртуальная машина. И тут какой-то торчит file input stream, file output stream. Я хочу писать. Писать в файл. Создать файл, то записать. File output stream. Ему соответствует какая-то штука, которая в общем-то расположена частично в виртуальной машине. Которая как-то согласовывается с какой-то штукой, мы не знаем, внутри операционной системы. Какие-то буфера ввода там, файловые дескрипторы. Которая может быть как-то согласуется с какой-то штукой на винчестере. Объясняю. У винчестера есть память. Если вы покупаете винчестер и смотрите все бумажки, там написано, что у него есть кэш на 16 мегабайт. У винчестера есть свой процессор на винчестере, там в коробке. И вот у него есть своя память. Для чего это сделано? Все-таки решая проблему, что в винчестере очень тяжело прочитать один байт, при этом механика должна отработать на головку, перевести все, опустить, ну не знаю. Они делают что? На винчестере есть кусочек памяти. И когда, скорее всего, я говорю прочитай один байт, они головку поворачивают и считывают больше, 100 килобайт. Из механического устройства в электрическое устройство. И в микросхеме теперь, там на винчестере, хранится много байт. Это проблема винчестера, его спросили прочитать один байт, а он прочитал больше. Нам вернул один байт. Он закешировал, он там висит. Вдруг я сейчас попрошу второй байт, третий, четвертый, он мне очень быстро ответит. Кроме того, операционная система может кешировать. Если я в операционке спрошу, например, прочитай 56 байт. Операционной системе может быть выгодно читать блоками по 1024 байта. Что произойдет? Я говорю ему, допустим, гипотетически, read с пустыми скобками. То есть я прошу прочитать один байт. Эта штука сюда обращается, read 1 байт. Эта штука читает, допустим, по 1024 байта. То есть она отправляет дальше read на 1024 байта. Операционной системе почему-то выгодно так вот читать. Она обращается к винчестеру, а винчестер говорит, не, я читаю медленно, я тебе считаю 256 килобайт. И у них у всех память забита данными. Теперь, если я сделаю еще раз read, скорее всего, он выполнится очень быстро. Потому что у меня уже в операционке было 1024 байта, а я только один считал. Я раз, второй считал. Я делаю read, 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 мне операционка возвращает. Хоп, 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 закончились байты. Я делаю read, оп, у меня система заткнулась немножко. Но не долго, потому что мы обратились к винчестеру через все микросхемы. А там было вычитано очень много лишнего. И они нам вычитали, оп, вернули тут же. То есть, киширование на чтение происходит незаметно. Если сейчас случайно я скажу, мне не надо, все, хватит. То ничего плохого не произошло от того, что они все начитали лишние данные. Главное, чтобы они все корректно помнили. То есть, что я на этом конце взял всего один байт. Пока они это помнят, ну, чтобы они, он прочтал 1024, чтобы он не думал, что я взял 1024. Я взял пока только 2 байта. Read 3 байта, read 4 байта. Кеширование называется. Когда я делаю close, скорее всего, ну, эта память просто убивает. Или, ну, что-то типа. Чтение, оно ничего не меняет. Ситуация намного хуже, когда я пишу. Всем устройствам ввода-вывода. Очень удобно писать огромными кусками. В интернет очень неудобно послать 1 байт. Удобно посылать мегабайты. То есть, миллион раз по 1 байту будут работать в сотни раз медленнее, чем 1 раз в мегабайт. То же самое с винчестером. Записать 1 раз кусок в мегабайт в сотни раз быстрее, чем 100 раз по 1 байту. Это просто железяка физически, ее надо крутить. Второе. Как только я выхожу из процессора, из памяти, вот у меня есть процессор, да, камень такой. И там стоит планка памяти. Как только я из них выхожу, во все эти драйверы, во все эти сетевые платы, сразу падает скорость. По материнской плате, на соединиться, все эти микросхемы. Все это не очень быстро. То есть, когда мы говорим про мегабайты, про миллионы вызовов, фильм мы сюда перерабатываем, в нем 4 миллиарда байтов. Так вот, система пытается все буферизировать. Когда я делаю в write, смотрите, я сделал, у меня есть тут какая-то другая штука для записи. File output stream. Я сделал ей в write, она вполне может ничего не записать. Она просто запомнит, что надо дальше передать 1 байт. Она тут создаст, допустим, или в операционке, я не знаю, допустим, вызвали операционку. Операционка говорит, мне выгодно писать по 1024 байта. Допустим, я не знаю, разные операционки по-разному, но все пытаются это делать. Они выделяют массив на 1024 байта. Записывают 1 байт, и просто операционка помнит, вот это абсолютно типично. Она помнит, что 1 байт есть, а в винчестер она не пошла. Операционка имеет право это делать. Она говорит, в винчестер 1 байт? Нет, дудки. Я делаю еще раз в write. Write, 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 write. Она заполняет буфер. Причем я на своем файл output stream все сделал правильно. Я никак не вижу, что данные не записаны на самый конец. Я сделал write, он, оп, void, и у exception не было. То есть все нормально. Эта штука заполняется, да. И когда я делаю 1025 врайт 1 байта, он работает дольше, чем другие врайты. То есть это время, это мои врайты, это время. У меня они все были очень быстрые. Какой-то раз длинные, опять быстрые. В этот момент операционка таки записала мои предыдущие. Она закешировала результаты, но когда они там заполнили какой-то буфер, она таки мои данные записала в винчестер. Винчестер тоже может не переносить на диски информацию. У многих винчестеров есть своя память, есть своя батарейка. У винчестера своя батарейка. И поэтому он говорит, значит так, его микросхема говорит, окей. Ты ей даешь байт? Она говорит, окей, все. И она их не записывает на блины. Они держатся в микросхеме. И время от времени, допустим, раз в секунду, эта микросхема наконец записывает на блины. Может раз в 5 секунд, может быть. Суть в том, что если я просто возьму и перестану писать, и позволю уборщику мусора убрать мой объект, то данные могут на винчестер и не оказаться. Они вот тут где-то размазаны по этим всем буферам. Close означает освободи ресурсы. Flash означает, сколько бы не было у тебя данных, давай дальше все, пропихивай дальше. Причем Flash распространяется волной. Если я вызываю Flash у файла Output Stream, он вызывает Flash у операционной системы, та вызывает Flash у винчестера. И при этом Flash работает, скорее всего, достаточно долго. Он заставляет все эти данные пропихнуть до самого конца. Из всех буферов освободить и туда записать. Ну, например, я делаю систему для видеоконференции. У меня есть камера, я ее захватил. Я тут считываю кадры, кодирую их и по 10 килобайт делаю в write. Но я хочу, чтобы мои 10 килобайт тут же ушли в интернет. Даже если я думаю, что сетевая карта решит, что я буду по 10 килобайт, накоплю мегабайт и одним разом пошлю туда. Меня это не устраивает. Скорость будет та же самая. Будет там 10 килобайт в секунду. Но я-то хочу, чтобы оно было вот так. Каждый, допустим, 5 раз в секунду посылались данные в интернет, на видеоконференция. А сетевая карта, она же не знает, что нужно реальное время. Она может копить 10 секунд, а потом все данные послать. Копить, послать, копить, послать. Если, когда я делаю Flash, я продавливаю все эти буфера и до самого последнего устройства. Фактически до сетевой карты или до винчестера. То есть я заставляю всем данным пойти дальше. Поэтому очень важно вызывать Flash. Первое, перед Close, иначе просто устройства выключились, данные в памяти потерялись. Или если мы хотим обеспечить как бы реальное время. То есть мы данные сгенерили и хотим, чтобы они все ушли. Ушли, 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 ушли. Так, три метода Write, Flash и Close. Все, что есть. Итого, я сейчас, смотрите, что делаю. Мой метод. Вычитать полностью. Получает input stream, возвращает байтовый массив. Да, у байтового массива уже определенный размер. Но пока я все данные не выкачаю из input stream, а я не знаю сколько их будет. Поэтому я создаю некоторый тип. То есть у меня есть концепция как бы input stream, где output stream. Такой тип Java. Java.io output stream. Write, 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 flash, close. Есть какой-то output stream на файл. Называется он file output stream. Есть какой-то output stream на URL. Не знаю сейчас. Есть byte array output stream. Это output stream на байтовый массив. Забавно. То есть в принципе, когда у меня есть байты. Зачем я этот класс? Я могу сразу создать байтовый массив и его писать. Ну в принципе. У меня есть байты. Чтобы байты. То есть у меня тут идут байты. Чтобы байты попали в байты в массив, вообще я обычно объявил. Нью байт с квадратными скобками форм заполнил. Но проблема массива у меня есть размер. Я обязан его объявить, когда создаю массив. А когда я читаю из input stream, я не знаю сколько будет данных. У меня уже что-то очень похожее на массив, но без размера. У которого размер может меняться. Так вот. gdk для этого есть. Wight array output stream. Да, еще. Чтобы стать хорошим программистом, желательно очень много читать чужого кода. Просто читать. Просто разбираться. Потому что очень важно, например, правильные имена. Если вы читаете много чужого кода, вдумаетесь и анализируете, почему, только нужен хороший код, почему так или иначе названы классы. Если в какой-то момент понимаете, почему автор называл так, потом, когда вы программируете, у вас нет проблемы с созданием имени для класса. Вообще, это очень серьезная проблема. То есть, до тех пор вы выбирали класс user. Окей, это будет user. Все понятно. А это будет класс транзакция. Ну да, вам в банке сказали, проводим транзакцию. А сейчас бах, и вам надо придумать 20 синтетических классов. Как назвать класс, который отвечает за то, чтобы в случае, если был сбой на сервере, мы закрыли соединение? Ну то есть, как его назвать? ААА, Х, вот как? То есть, я описал функциональность, вот нужен мне класс, который это будет делать. Вот сейчас проблемы, да, как я классы называю? Тест. Вообще, это дурацкое название. Сотни классов тестов в моем проекте. Если вы читаете шужой код профессионалов, и вы вдумываетесь, как называются классы, вы очень легко придумаете свои имена. И когда вам нужно придумать синтетические классы, вы их очень быстро придумаете. Можете за день сотню классов сделать для решения задач. Это к тому, что в Java.io весьма стройная система имен. Если вы просто наизусть заучиваете, как зовутся классы, вам намного проще программировать. Это я вам точно говорю. Штука, которая является output стримом и превращает данные в байтовый массив, называется byte array output stream. Штука, которая делает тот же самый файл, называется file output stream. Ну то есть, если бы она могла по url писать, она бы называлась url output stream. Итого, я оставил такой тип, вообще эта штука output stream. Видите. Все было бы хорошо, тогда бы я не мог вызвать вот этот метод. Byte array output stream является output stream. Видите. Итак, я создаю byte array output stream, то есть нечто, что является output stream, но в конце я сможет сгенерить не байтовый массив. Я дальше кручу цикл. В цикле я вычитываю из input stream byte и записываю в output stream. То есть, у меня есть какой-то цикл универсальный, который берет из input stream и записывает в output stream. Этот input stream присоединен к файлу, этот output stream присоединен к байтовому массиву. Я кручусь и данные оттуда вытаскиваю, по чуть-чуть туда записываю. Например, так бы я писал конвертер фильма. Я сейчас должен вычитать 12 гигабайт сырых данных в одном формате, конвертировать их в другой формат. Я пережимаю фильм. Я не могу все байты того фильма выкачать в память, у меня на Zoom не хватит. И тем более, я не могу одновременно в памяти держать и тот фильм, и этот. Поэтому я открываю input stream на один файл, а output stream на другой файл. Оттуда вычитываю данные, начитал мегабайт, у меня мегабайт хватит, 40 кадров допустим. Я с ними работаю, кручу свою математику и начинаю это записывать, отсюда еще подкачиваю. То есть, получается, что я все время данные подкачиваю, перерабатываю и записываю. Но при этом я ни в какой момент не держу там 12 гигабайт исходного файла, 12 гигабайт выходного. То есть, как река. Каждый сегмент реки содержит немного воды, но за год пропускает огромное количество. То есть, не накапливает, как озеро. Здесь та же самая идея. То есть, я могу работать с произвольным размером данных. И вот я по байт накопирую. То же самое, только на массивах. Я, смотрите, получил путь стрим. Создал байт-райот путь стрим. Создал буфер. На 5 байт. Странное число, просто мне так удобно. Там 12 байт, я беру 5. Чтобы было не ровно. 5, 5 и 2. Просто так. Дальше, смотрите, что делаем. Я кручу цикл. Вот этот вайл, это вот этот вот цикл. Вайл, где я вычитываю в буфер из input стрима. Запоминаю в этой же строчке, сколько вычитал. Проверяю, что input стрим не сказал, что данные закончены. При этом я, если читнул, я в output стрим записываю буфер. И вот тут приходится сказать, что в буфере полезные данные с нуля и сколько я вычитал. Потому что у меня, я читаю все тот же файл с Hello World. Он вернул каунт 5, 5, 2. Два раза у меня целый буфер был полезным данных. А последний раз у меня в буфер, я input стриму дал буфер 5 байт. Он прочитал только 2 байта. И когда я даю output стриму, я должен сказать, вот те буферы, у меня только 2 байта полезные. В принципе, это очень во многих потоковых системах, основанных на вводе и выводе, это очень популярная концепция. Есть какой-то источник данных. Это касается всех языков программирования, вообще любых, любых программных систем. Только там типы по-другому называются. Отсюда мы данные берем, сюда мы данные даем. Я завожу свой массив байт. В абсолютном большинстве языков есть вот такой тип байт-массив. Почему? Потому что фактически это нам дают кусок азу, кусок памяти. У меня планку ставили, мне 8 гигабайт. Вот я могу создать байт этот массив на 8 гигабайт. Это просто мне рассказывает, ну это сырой, самый встроенный тип, вот просто моя память. Я завожу такой массив. Допустим там, не знаю, на 64 килобайта. Я отсюда делаю рит, мне его заполняют. Я могу с ним что-то сделать, проанализировать. Вот, например, пережимаю из формата, из целого БМП в ЧПЕК. Я фотоаппарат, я микросхема в фотоаппарате. Я прихожу к матрице. Я говорю, я не могу сразу у тебя считать все там 5 мегапикселов. У меня нет столько процессора мозгов. Поэтому прихожу к матрице, говорю, ну заполни мне еще 50 строчек. Она чик-чик-чик заполнила. Я тут подумал что-то. И сжал файловую систему. У фотоаппарата флешка оставляется. Я чуть-чуть сжал. Опять говорю, давай еще 64 килобайта. Еще 100 строчек. Огромная матрица допустим. Допустим так. 4 тысячи строчек и так 4 тысячи. 16 мегапикселов. Но у меня процессор, у фотоаппарата слабенький. Он все это не потянет. Он по чуть-чуть берет. Обрабатывает 64 тысячи. Записывает. Берет. И то есть фактически на каждый ваш класс, допустим, эта штука, она чик-чик-чик-чик едет несколько десятков или сотен раз. Зависит от того, какой процессор. С каким объемом и удобно работать. То есть конкретно формат шпек. Если так уж предметно. Формат шпек сжимает все квадратами 8 на 8. Поэтому если вы сделаете очень низкое качество фотографий шпек, у вас появятся прямо явно квадраты. 8 на 8 пикселов. Это означает, что формат шпек вполне может читать по 8 строчек. Ему удобно. У него вот этот ряд квадратов с вот этим рядом квадратов никак не связан. Он может считать с вашей матрицы 8 строчек, отдельно жать, записать их в файл, потом считать еще 8 строчек. То есть он может так бегать. Хорошо. Что там еще у нас? Да. Вот абсолютно правильный пример, как это все должно выглядеть. И вот там прямо исключение на исключение. Трай на кетч и все вместе. Смотрите. Я сейчас хочу написать программу. Да, она абсолютно корректная. То есть мне нужно написать MP. Вот. Я работал. У меня тут картинка есть какая-то. Карта Харькова в районе политеха. И все. Текст FFR. Я хочу скопировать, создать копию файлов. В данном случае я просто копирую данные. Возможно, я хотел бы преобразовать как-то формат изображения. Не знаю. Я ничего не делаю. Просто копирую. Смотрите. Завел две константы. Ну да. Два имени файла. Image 0, Image 1. Объявил, что у меня будет input stream и output stream. Да. Запущенная программа. Отрабатывает. И у меня появляется копия файла. Видите? Здесь Image 0. Image. Смотрите. Видите? Два файла. Вот они рядом лежат. Завел. Мне нужен input stream и output stream. Открываю input stream. In равно new file input stream. Завожу выводной поток. Выходной. New file output stream. У меня есть отдельный метод copy, который входной поток копирует выходной поток. Если у меня вылетело исключение. Я тут генерю какой-то рассказ. Исключение, когда копировал из файла с такими меню в файл с такими меню. Из файла с такими меню в файл с такими меню. Потом закрываю вход. Закрываю выход. Причем вот этот метод обязан не выбрасывать исключение. Если бы я вот здесь выбросил исключение, когда я пытался закрыть входной поток. То я бы вылетел из файл. До вот этой строчки не дошел. И выходной поток бы не закрыл. Поэтому видите, close, quiet. Закрой тихо. Закрой и ничего не волнует. Вот как он выглядит. Входной поток я закрываю безусловно. Я говорю, если он не null, окей. Вызываю close, игнорирую исключение. Уже, собственно, ничего сделать не можешь. Как я закрываю выходной поток? Если выходной поток не null, я в три кетче, в одном трие с кетчем, вызываю flush, игнорирую EO exception. Потому что с точки зрения API я уже не знаю, что сделать. Мне сказали, вызывай flush, вызывай close. Если один из них сломался, я не знаю, что делать. Я просто беру, вызываю flush, было исключение или нет, клюю, вызываю close, тоже клюю, было или нет, исключение. Вообще говоря, они не должны кидать исключение. Я говорю, все, заканчиваю работу. Что он кинул исключение? Не заканчиваешь? А что мне делать? Я не хочу, будешь работать. То есть тут закрываем. Опять же, исключение. Еще раз вернусь. Смотрите. Я здесь создал свое, ну, создал, в смысле, сделал new, своего исключения. Правда, такого же типа. Потому что, ну, логика такая, EO. И ему я так и передал вторым аргументом первоначальное исключение. Но еще я первым аргументом могу сгенерировать рассказ. И хитрость в том, что вот это исключение, которое схватил, такого классного рассказа не содержит. Почему? В своем рассказе я сказал, что я копировал из вот этого файла вот в этот файл. Мое исключение точно это не знает. Мое исключение сломалось, когда делала, либо открывала входной поток на один файл, либо выходной поток на второй файл. Либо сломалось, когда делала read отсюда, либо когда делала write отсюда. То есть мое оригинальное исключение, которое выбросит мне виртуальная машина, оно скажет только про один файл. Проблема с файлом на запись. Или проблема с файлом на чтение. Но когда я генерирую свое исключение, я могу добавить свой месседж. И куда я засовываю так называемый контекст? Ведь контекст был какой? Контекст это окружающая информация. Окружающий контекст был такой. Надо из файла, который у нас имидж 0, скопировать файл, который у нас имидж 1. И это важно, потому что когда оно рухнет, будет исключение, прибежит sysadmin, подымет, то он поймет, что, откуда, куда он копировал. Если бы мы остали оригинальные исключения, то мы бы имели только одну часть информации. Смотри, вот я так делаю. Из такого файла копирую. Кидаю. Вот сгибилось исключением. Мое исключение, смотрите. Вот мое исключение. Мой java.io, который я кинул. А вот это обернутый исключение, которое бросила виртуальная машина. Я пишу. Исключение, когда пытался скопировать из файла с вот этим названием в файл с вот этим названием. Что говорит виртуальная машина? Ну хорошо, понятно. FileModFoundReception. Не найден файл с вот такими нинемами. Но мое исключение жирнее в смысле, что я объяснил, что не просто нет такого файла. Я же говорил про два файла. У меня операция, мой метод, он занимался двумя файлами. Отсюда читать, сюда писать. И в принципе, когда система рухнет, и все, что останется только в текстном файле, вот этот stack trace, то мой текст, он информативнее. Он говорит про два файла. Возможно, это поможет спасти систему. Итак, копии эталон. Я создаю буфер. В большинстве случаев процессор, операционная система, виртуальная машина работает кусками памяти, которые есть в кратной степени двойки. Степени двойки. 1 байт, 2, 4, 8, 16, 512, 1024, 2048, 4096. Так устроен компьютер, что наши компьютеры, операционная система, что им выгодно работать кусками памяти, которые степень двойки. Потом у операционки есть файловая система. У них есть памятник блок. Он обычно 4 килобайта. Поэтому, когда вы выделяете байтовый массив, и вам, в общем-то, все равно, какой у меня размер, выделяете степень двойки. Так, вполне возможно, будет лучше. Если вам нужно ровно 13 байт, берите 13. Если же вам все равно, надо примерно 20-30 байт, возьмите 32 байта. В принципе, так может быть быстрее. У меня вот все равно, я копирую буфером. У меня нет точного значения на размер буфера. Примерный кусок. Мне на 64 килобайта. Пожалуйста, стиль программирования. Помните, есть такая мантра, такая максима, которая говорит, что вы пишете код для программистов, а не для компьютера. Компьютер прочитает, ему все равно. Он если красным не подчеркнул, компилятор прочитает. А программист может с ума сойти. Поэтому надо писать такой код, что другой программист, когда глянул, очень быстро, максимально быстро, понял, что там написано. Поэтому, если у меня 64 килобайта, не надо вот это умножать в калькуляторе. Потому что 65 536. Эта цифра многим людям ни о чем не говорит. Если же я пишу 64 умножить на 1024, то, в принципе, ожидается, что человек понимает, что 1024 это степень двойки. Ну, то, что вот эта степень двойки уже могут, ну, я не знаю. Я могу описаться. 536, 526 написать. Кто узнает, это степень двойки или нет. Двойка или тройка там. Вот тут 66 или 4, например. Если я пишу 64 умножить на 1024, в принципе, понятно, что это 64 килобайта. Создаю буфер и все, и кручу цикл. В этой строчке я вычитываю из input stream. В этой строчке пишу output stream. Кстати говоря, можем сейчас тут же построить маленький тест на скорость. Смотрите. Меня интересует, с какой скоростью копирую. Да? Поэтому и делаем. Long. StartTime. Равно. System. OneTime is. Copy. ControlV. StopTime. Еще раз. И. ControlV. Угу. 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 Я просто-напросто доток вызвать копию, взял отметку времени. И. Вызвал копию, тоже взял отметку времени. И вывел. Да. Несколько вещей. Стиль кодирования очень важен. Первое. Очень часто происходит передача кода от программиста. Да. Это к чему? Давайте внятные имена перемены. Называйте их L0, L1, L3. Это первое. Называйте их L0, L1. T0, T1. Не надо. Второе. Да. Это первое. Почему? Во-первых, ваш код вполне возможно завтра возьмет другой человек. Вы привели на соседний проект. Вы перейдете, вы будете работать над двумя проектами и на обоих за пара. Поэтому вам дали помощника. Помощник пришел ночью починить баг. У него есть два часа. Его вызвали из дома. Он должен открыть файл. Быстро понять, что здесь написано. Быстро починить проблему. Быстро пойти домой. Если у вас перемены называются X, Y, Z, Y, K, L0, L1, L2. Это ведет большинство людей в ступор. Второе. Старайтесь сразу же писать на английском. Насколько бы у вас не был коряво английский, это намного ровнее, чем русский. Потому что когда ваш заказчик англоязычный из Америки, или Англии, или Германии, или Японии возьмет ваш код, а там комментарии или имена переменных на русском, или текст. Используйте любой переводчик. Как бы он криво не перевел, он все равно на английскими словами. Если вы пишете комментарии или текст, да, пройдено времени на русском, никто кроме русскоязычных проролистов разобрать это не может. Более того, в большинстве контор это очень сильно наказывается. Еще. Надо еще сильнее писать в правильный стиль, в хорошем стиле код. Хорошие имена переменных. Хорошо все структурировать. Правда, даже выглядит красиво. Почему? Кроме того, что ваш код может читать другой программист из вашей конторы, что вообще абсолютно типично. У вас 5 человек на проекте, вы там бегаете, другу помогаете. Во многих случаях наши компании продают заказчику не программу, а код отдают. То есть товаром является не программа скомпилированная, в скомпилированной программе имен переменных нет, есть файл какой-то, а отдают текст программы. Заказчик платит за исходный код. Он забирает исходный код и доделывает его. То есть он дает нам исходный код на 6 месяцев, мы победали, и он взял, ему не понравилось, он нанял вьетнамцев, или румынов, или русских, или других украинцев из города. Поэтому, когда он забирает код и смотрит, а там какая-то ерунда, которую он не может понять, и которую не поймет другая команда в другой стране, то он может просто не оплатить работу. В нашем случае это выглядит как. Как только вы видите плохой код, тем лид вас вызывает, раз на ковер, два на ковер, три уволены. То есть, если вас попросили, а вы не делаете. Поэтому желательно иметь хороший стиль с самого начала, даже когда вы делаете тестовые программы. Еще. В ряде контор просят вас написать какую-то программу для решения задачи. половину, они не просто смотрят на то, что вы задачу решили. Да, да, ваша программа копирует файлы. Первое. Она должна абсолютно точно обработать все исключения. Например. Закрыть все потоки. Предусмотреть все ситуации. А если файла нет? А если файл нулевого размера? И они очень сильно смотрят на стиль. Это может быть какое бы глупое задание не было. Смотрят на стиль. Даже если задание укладывается в 10 строчек. Пройдите с циклом по массиву и их важно. Как вы назовете массив? Как вы назовете его? А, И, К, Х, Аррей, Байт Аррей. Их интересует, как вы это назовете. Да, в ряде контор вообще есть такое задание. Например, я неоднократно сталкивался, наверное, в каждой десятой конторе. Вам дают текст чужой программы. Дают такую текст на страницу. Говорят, что делает эта программа? Или, что бы ты здесь изменил? Или, например, в этой программе есть ошибка. Найди ее. Вам не объясняют, что это за методы. Вам не дают весь код программы. Дают три метода. Просто три метода. Вырванные куски найти. И вы должны... Ну, стиль у кода обычно при этом очень хороший. Вы должны, читая чужой код, не забравшись до конца, что происходит, просто понять, что, ага, ага, вот эту штуку закрывают, а то не закрывают. Ага, почему-то они, что минус один проверили, а другие минусы не проверили. А если минус три? Ага, вот это. А тут исключения могут быть или не могут быть? А что? Ну, то есть, просто дают... То есть, это чтение кода и запись кода, как у нас поэтические упражнения. Они точно есть. Итак, давайте. Собственно, мы уже заканчиваем. Ого! 10 часов. Итак, мы копируем файлы. Так? Сейчас мы копируем буфером в 64 килобайта. Так, меряем время. Давайте. Ага, да. Точно, точно. Одна миллисекунда. По соузам все корректно, все два файла. А теперь, смотрите, я беру и уменьшаю буфер до единицы. Читать буфером размером в единицу то же самое фактически, что читать без аргументов. Один байт. Давайте запустим. Оп. Это он побайтно копирует файл в файл. Там полмегабайта. Он пять секунд копировал побайтно. Файл в файл. То есть, фактически, мы глупо. Мы обращались к винчестеру. Да, один байт из того файла. Окей, сработала вся эта схема. Мы спросили виртуальную машину. Она спросила операционку, та спросила винчестер. Тот вернул байт. Если мы хотя бы чуть-чуть увеличим буфер, по два байта, будет, наверное, в два раза быстрее. Да. И получилось, что в данном случае наша программа ограничена по скоростью не количеством байт, а количеством вызовов. Винчестеру, по большому счету, у него низкое время отклика, но высокая пропускная способность. Он может выдавать сотни, десятки мегабайт в секунду. Но когда мы произвольно спрашиваем один байт, он их выдает не мгновенно. Мы сколько бы его байт не спросили, он говорит, подожди две миллисекунды. Подождал на твои данные. Мы говорим, запиши. Он говорит, подожди три миллисекунды. Подождал, запишу. А вот сколько ему дали один байт или десять, ему все равно. То есть, да, килобайт он пишет все-таки медленнейший мегабайт. Гигабайт намного быстрее, чем мегабайт. Но на малых количествах важно количество обращений к нему. Сколько мы данных передали, уже не так важно. Два, ну вот если возьмем 16, уже скорость будет хорошая, там уже 356 миллисекунд. Если возьмем 1024, там, наверное, как-то еще 8. Да, оно стирает старый файл. Подоха нет. 6 миллисекунд, 8 миллисекунд. Это ключевое свойство. Все, заканчиваем. Последнее расскажу. Это ключевое свойство всей работы с вводом-выводом. Заключается в том, что надо вручную буферизовать и работать огромными порциями. Это раз. То есть я увеличиваю размер буфера, работа выполняется та же, скорость падает в 4000 раз. Увеличивается в 4000 раз. Второе. При работе с устройством ввода-вывода надо понимать, что методы могут быть блокирующими. Давайте еще один пример и заканчиваем просто. Я делаю класс. Я буду качать из интернета. В этом нужно. New URL. OK. New URL. От Google. Google Home. Канада. Хорошо. У него будет OpenStream. Так. Уда будет. Из. Канада. Не обработаю exception. Ничего не закрываю. Меня интересует только время. Хорошо. Мне интересен вот этот кусок кода. Хорошо. Здесь я просто делаю while, 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 while. Что у меня там? и среди равен минус 1. Угугугу. Так. Смотрите, что произошло тут, в начале была большая задержка, короче, если бы у нас сейчас был URL на что-то очень большое в интернете, было бы забавно, URL на что-то больше, вы знаете, URL на что-то большое. Не надо, чтобы он не поместился совместно в один пакет, хорошо. Не, ну я HTML хочу. Окей, эксперимент провалился. Все, конец лекции. Так, где я вложал? Спасибо.